Все стекает к нам с гор. Уже больше стало воды. С проблемой затопления жители по улице Серебрянка в Пушкино сталкиваются постоянно. Обостряется ситуация в период таяния снега, либо сильных дождей. Последние как раз обрушились на Подмосковье в этот понедельник, 28 июня. Разрешить ситуацию должен инженерный проект. Проектом предусмотрены очистные сооружения, потому что мы просто так воду не можем откачать и сбросить ее где-то в другом месте на рельеф. У нас должна она пройти очистку ливневой воды и уже дальше в реку Серебрянка. Поэтому первое – это очистные сооружения и первая очередная – это линия вывод воды от Серебрянки-48. От сильной грозы пострадали не только жители Серебрянки. Ураган обрушил деревья, пострадали линии электропередач, а также частный и общественный транспорт. На устранение последствий шторма в городском округе Пушкинский бросили порядка 40 единиц спецтехники и около 200 рабочих. В первую очередь удаляем с проезжей части упавшие деревья. На сегодняшний момент наши сотрудники получили информацию о 27 упавших деревьях. Есть деревья, которые просто перекрывают проезжую часть, есть деревья, которые упали либо на газон, либо внутри двора. Их, естественно, мы будем удалять в последнюю очередь. В результате выпало 70% месячной нормы осадков. По сообщению Минэнерго Московской области, шторм нарушил электроснабжение в 11 городских округах, среди которых Щелково. Очевидец даже заснял, как молния ударила в трансформатор. Сильнее всего пострадал север и восток Подмосковья, а без света в регионе временно остались 25 тысяч человек. Последствия урагана спецслужбы устраняют до сих пор. Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова и ТВ Иван Чинаев, Антон Рябов, Мария Барсукова и ТВ